Горяков, ты чего? Иваныч, я объявляю неделю мексиканской кухни! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! С вами, как всегда, Алексей Грильков, и сегодня у нас мексиканская неделя! Мы приготовили сегодня замечательное мексиканское блюдо, которое называется тако! Ребята, я всегда мечтал побывать в так называемом американском ресторане, называется он Тако Белл. Там готовят вот эти изумительные лепешки с начинкой. Ну, естественно, я не побывал там. И сегодня мы с вами приготовим это блюдо. На самом деле, ребята, готовлю я его в первый раз, так что сегодня будем пробовать, так сказать, вместе. Поехали! Ребята, сегодня мы мало того, что сделаем тако, мы еще с вами сделаем замечательнейший соус, который называется гуакамоле. На основе он делается авокадо. Самое главное в этом деле это спелое авокадо, чтобы оно было немножко мягкое. Поэтому, если что, купите и на 2-3 денечка оставьте где-нибудь вне холодильника. Давайте почистим его. Авокадо почистили, теперь нужно его нарезать на удобные кусочки, чтобы запихать в блендер. Но, ребята, если у вас спелое, прям вот спелое-спелое авокадо, то, в принципе, можно намять будет и просто ложкой. У нас оно такое немножко еще чуть-чуть недозрелое, поэтому мы будем использовать именно миксер. Что нужно сделать? Запихиваем все это дело сюда. Далее. Берем чили-перец. Ну, ребят, мексиканская пища, это острая пища, что вы хотите. Поэтому нам целое не понадобится, разумеется, нам понадобится немножко. Но, чтобы снизить остроту, потому что чили, я прекрасно понимаю, что чили это очень остро, мы отсюда сейчас уберем все косточки, вернее, семечки, потому что они дают основную остринку. Если ее не будет, то будет менее пикантнее. И тоже нарежем на небольшие, так скажем, кусочки, чтобы удобно было положить в измельчитель. После того, как немножечко все перемололи, нужно добавить немного воды. По ингредиентам, количествам, все будет в описании, так что, ребят, все увидите. Где-то мы тут добавим, наверное, чуть-чуть, буквально 4 столовые ложки. Это для того, чтобы сделать именно такое некое подобие крема, что ли. Опять перемалываем. Итак, все тщательно перемешалось. Теперь приступим к последующим ингредиентам. Нам понадобится помидориус всевогучиус. Что нужно сделать? Нам нужна половинка от него, соответственно, мы режем. И косточки вся... нам нужна только кожица твердая. Мягкая вот эта часть нас не интересует. И далее мелко нарезаем помидорчики. Ну, такие как бы порционно маленькие кубики, чтобы удобно было их кушать. Это мы уже закидываем к соусу, но больше толкать мы его не будем. Петрушку нарезали. То есть тоже... ну так, старайтесь помельче ее порезать. И отправляем сюда, к соусу. Петрушке нужно буквально небольшой пучок. Остальные нам понадобятся непосредственно для тако. Так, что теперь? Нужна долька 1 четвертая от лимона. Само собой, мы ее сюда выжимаем. Вот таким вот образом. Так, замечательно. Как лимон, божественно, пахнет. Все, осталось поперчить. По перцу, ребят, ну я не даже не знаю, но, наверное, чайная-то ложка точно должна быть. Ну, вообще по вкусу. Так, и добавим сюда соль. Она необходима здесь. Где-то чайная ложка будет достаточно. И все нужно теперь тщательно-тщательно перемешать. Перемешали. Ребят, хотелось бы заметить по поводу соли и перца. Все-таки стоит добавлять и пробовать, чтобы найти свою консистенцию. Потому что, ну, кому-то очень солено, кому-то нет, кому-то очень перчено. Поэтому лучше вымеряйте сами эту пропорцию. Я добавил еще, сейчас добавил соли, потому что мне показалось маловато. Что нужно сделать? Главное, не мешайте в миксере далее. То есть, это просто как формочка, в которой должно все это дело настояться. Отставляем в сторонку. Так, минут 15-20, пусть она постоит, настоится, только лучше будет. И приступим мы к мясу. Мы выбрали сегодня индейку. По идее, идеально подходит либо грудки, либо индейка. Индейку нарезали. Ребят, хотелось бы посоветовать по поводу кусочков. То есть, вот они должны быть маленькие такие кубики. И вон, очевидно там. Отлично. Вот такие вот кусочки должны у нас получиться. Это делается для того, чтобы оно как можно максимально быстро изготовилось и внутри остался этот сок. Что делаем дальше? Берем оливковое масло, наше любимое с вами. И дополнительно выливаем на сковородку, не жалея. Таким вот образом. Далее, включаем на не самый большой огонь. И сейчас она немножко потопится, согреется и скидываем туда. Пока раскочегаривается сковородка, мы должны подготовить все нужные остальные ингредиенты, которые понадобятся нам при соединении така. Для начала это порежем помидоры на такие вот, скажем так, диски, блинчики, ломтики. Далее нужно взять перца болгарского. Тоже его нарежем. Ну, я взял половинку, так как... Ну, просто взял, потому что я половинку. Поэтому тоже ее нужно нарезать на... Вот, убежала. Ну, такие маленькие кусочки. Далее, лук. Тут, ребята, на любителя. Я, честно говоря, лук люблю не так сильно, поэтому мне даже одной-третьей, наверное, будет... Иван, ты, кстати, любишь лук? Любит лук. Ну, ладно. Тогда сделай немножко побольше. Так. Его тоже нужно сделать. На самом деле, не надо заморачиваться, просто на колечке вот так сделайте, как это удобнее будет. Вот. Таким вот образом. И все, что осталось, это свежий салат. Это не айсберг, обычный. Но очень свежий и очень вкусный. Так, ну все, приступим. Значит, закидываем индейку на сковородку. Далее нужно добавить... Здесь можно использовать разные интересные специи. Но я боюсь пока экспериментировать, поэтому я добавлю соль. Щепотки две. Ну, может, чуть побольше. И добавим перца. Перца жалеть не будем, так как это блюдо мексиканское. Оно должно быть попикантнее. Ребята, перец не пригорает, я сразу говорю, поэтому... Потому что он очень быстро готовится. Все, и теперь нужно плавненько все перемешивать. Аккуратно. Вот, таким вот образом. С каждой стороны. Приготовление займет где-то минут 6-7. Индейка, она очень быстро готовится. Главное, перемешивайте постоянно. Индейка готова. Давайте соберем, наконец-таки, тако. По поводу лепешек. Ребята, это пшеничные лепешки. Вот такие вот они круглые. Продаются они в любом гипере. То есть, по идее, можно будет купить. Я, честно говоря, в этот раз вообще по скидке взял за 45 рублей. Шикарно. Кладем ее сюда. Значит, что у нас идет под низ? Под низ идет лист салата. Такое вот количество. Количество сами вымеряйте. Потому что каждый любит по-своему. Так, далее. Далее накладываем с пылу с жару. Это не все. С пылу с жару накладываем индейку. Так, не жалеем, на самом деле. Где-то вот. Получается, честно говоря, похоже очень на бургер. Мексиканский бургер. Так, далее. Что у нас сюда идет? Далее мы положим листик сыра. Мы выбрали чеддер. Мне кажется, он сюда очень подходит. Но вообще, если вы богачи, и у вас продается где-то пармезан, лучше пармезан положить. Тертый. Либо какой-то любой твердый сыр. Далее. Лучка. Лучка пару колечек положим. Далее у нас сюда идет помидориус всемогучиус. Немножко петрушки. Но это по вкусу. У нас, в принципе, соус с петрушкой. Но мы добавим еще чуть-чуть, чтобы было. Так сказать, сверху еще немного все поперчим. И добавим соус. Волшебный соус. Тут уже, ребят, как считайте нужен. Кстати, на самом деле сюда замечательно зайдет еще редисочка. Но что-то, честно говоря, редиска, походу дела, уже не продают в магазинах. Так как холодно. Ну, собственно, вуаля. Сворачиваю. Ну, скажем так, и получился размеров, я не знаю. Для Кинг-Конга. Ну, вот она. Вот она маленькая красавица. Смотрите. Ну, и нужно уже кушать. Ну, что, ребята. Вот и пришло самое время попробовать получившееся тако. Ну, с виду выглядит замечательно. Единственное, хотелось бы заметить, что вот эти лепешки, они бывают криспи. То есть, они как чипсы такие. Мы, ну, честно говоря, я не вижу прикола в этом. Поэтому мы делали именно в мягком лабаше. Хотя, по идее, в гипермаркетах продаются и хрустящие. Попробуем. Ммм. Очень вкусно. Ну, даже неожиданно вкусно. Сейчас расскажу, почему. Ребята, что касаемо вкуса. Ну, так как я делал первый раз сие блюда. Могу сказать, что, наверное, я бы немножко побольше добавил бы перца. И побольше бы добавил сыра. Причем, вот сыр мы взяли в пластинках. Я бы, наверное, использовал любой какой-нибудь твердый. Потому что вот этот вот чеддер в мягких пластинках, ну, мне показалось не очень уместным. И плюс, наверное, я бы добавил чуть-чуть побольше болгарского перца. В целом, очень понравился соус. Соус неоднозначный, но очень вкусный и достаточно пикантный. При том, что мы положили половину чили, он получился такой слегка пикантный. То есть, по идее, при том, что я люблю очень острое, мне показалось так, среднячок. Но, в принципе, кушать можно очень вкусно и очень сытное блюдо. То есть, это получается на троих человек. По стоимости блюда, хотелось бы отметить, получилось у нас 370 рублей. Вот это вот все про все. Ну, мне кажется, что это дороговато. Но, в принципе, чтобы ощутить вот эти вот вкусовые интересные нотки. Потому что он действительно, блюдо не похоже ни на что за счет этого соуса. Все-таки попробовать его стоит обязательно. Ну, а с вами был, как всегда, Алексей Грельков. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пока. Кушать!